Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа Вести Карачаева-Черкесия. По поручению главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова в рамках работы Единого Республиканского штаба по оказанию помощи военнослужащим и членам их семей из Черкеска в зону СВО отправлена очередная партия груза. В состав груза вошли теплые вещи, обувь, предметы личной гигиены, а также квадроцикл. Кроме того, бойцам передали спецвыпуски газеты «День республики». Данный груз был сформирован исходя из потребностей бойцов. В него вошли предметы первой необходимости, обувь, одежда. Также у ребят была потребность в приобретении квадроцикла вездехода. Также на постоянной основе компетентные органы республиканской столицы уделяют внимание и находятся в тесном контакте с семьями военнослужащих, отметил заместитель мэра Черкеска Заур Тугов. Красочные костюмы, душевные песни, яркие исполнители. Концертные номера чередуются кадрами фильма, посвященного России, ее территориям, народам, богатствам и истории. В таком формате состоялся отчетный концерт творческих коллективов Узжигутинского района. Тема отчетного концерта этого года. Народов много, Россия одна. Мадина Каракетова подробнее. Участницы любительского ансамбля казачьей песни «Пой душа» наносят последние штрихи перед выходом на сцену. На концерте все должно быть идеально, даже маленькая деталь костюма. Они выступят на сцене под номером 6, а пока есть еще совсем немного времени и для небольшой репетиции. Позабыть печали нам, вибрации, горе горевать. Вспомним, как мы на Руси гуляли. Значит, время гармонию руки брать. Елена Бабанина в коллективе пятый год. Прививаю на сцену любовь к родине и культуре своей этносословной группы. Мы поем в основном казачьи песни, старинные песни. Очень любят. И 9 мая мы, когда выступаем, вообще у нас свой есть концерт, часовый. Мы даем концерт, песни разные поем. Принимают, ну просто на ура. Любят наши песни. Вера Дауматова в ансамбле практически с первых дней ее создания рассказывает, что идея возникла спонтанно. Вот собрались девушки, которым просто хотелось петь, и спели. И спели так, что всем понравилось. Вот и поют уже 7 лет. Вот отчетный концерт, по-моему, это большой праздник. Потому что мы к нему очень готовимся. С точки зрения выступлений, он такой был у нас не очень насыщенный, средний. Но тем не менее, мы к нему очень тщательно готовились. Вот эта песня, которую мы будем петь, мы впервые поем на три голоса, и она довольно прилично звучит. Аксаты ансамбль, объединивший известных артистов в один коллектив, всегда поражает своей импозантностью. В их репертуаре превалируют героика эпической песни, которые зрители всегда воспринимают с восторгом, слушают с удовольствием. В закулисной беседе участник коллектива Борис Турклиев поделился планами разнообразить программу выступлений шуточными и более современными песнями. К такому решению коллектив пришел в ходе выступлений как в мероприятиях, организованных в республике, так и в ходе гастрольных поступлений в республиках Северного Кавказа. Отчетный концерт – это итог годовой работы артистов и музыкальных коллективов, к которому они подходят, проанализировав свою деятельность. Очень много споров, сейчас разговоров. Стоит это продолжать? Нет. Из-за того, что там какие-то районы не развиваются, там постоянно что-то старое показывают. Нет, по мне лично, это очень нужный день для детей, для всех коллективов, даже праздник, я бы сказал. Почему? Потому что каждый год, если там на ступеньку какую-то нет роста коллектива, я думаю, это застой. И в итоге это, по крайней мере, я видел в жизни, что такие коллективы в итоге заканчивают плачевно. Это есть к чему стремиться, во-первых. Если в прошлом году были какие-то недочеты, в этом году мы это пытаемся устроить. Год для Апсаты был очень насыщенным, рассказывает Борис. По репертуару, по идеям, по мыслям у нас идет очень хороший сдвиг. В частности, у нас всегда был небольшой минус по хореографии, но в этом году у нас даже сельские дома представляют по 40 человек. Девочки пока, ну ничего. Вот Ахмед, наш хореограф, здесь рядышком стоит. Он уже собрал в поселке 30-40 мальчиков. Это для нас будет достижение. Так что и в этом направлении у нас есть какие-то продвижки. Артисты сменяют на сцене друг друга, поражая зрителей не только своими голосами, но и прекрасными костюмами. Артисты уносят зрителей в прекрасные долины родной республики, поднимают высоко в горы и заставляют парить, словно птицы в лазорьевых небесах, испытать любовь и боль, тоску и безграничное счастье. И все через песни и пляски. Особые эмоции, в частности гордость за свою страну, заставляют испытывать песни о родине, о ее героях и их подвигах, о чести и верности долгу. ПЕСНЯ А в перерывах между выступлениями зрителям демонстрируют фильм России, ее народах, богатствах и славной истории. Каждый номер зрители воспринимают восторженно, особенно если на сцене дети. Впечатлена, впечатления просто зашкаливают. Молодцы, очень понравился. Хороший, яркий, красочный, ну как сказать, вообще бесподобный. Очень красивые, яркие костюмы у них. А номера просто, как сказать, красочные, хорошие, такие веселые, живые. Получила колоссальное удовольствие. Я не пожалела, что я приехала, посмотрела этот концерт. Не менее интересно за кулисами. Здесь своя атмосфера, наполненная праздником, радостью и чуть-чуть волнением. Какой вы номер подготовили? Делаем селфи. Мы готовились к дому, достарались. Всем, всем участникам желаем хорошего настроения и счастья. Усть-Жакутинский район всегда поражал своими яркими коллективами, насыщенностью, культурной жизни, говорит Артем Радин, директор Центра народной культуры Карачаева-Черкесии. В рамках приказа Министерства культуры годового, помимо отчетных концертов, которые принимаются с начала года за ушедший год, впереди большая программа насыщенных мероприятий по всем жанрам народного творчества. Но сегодня только лишь концерт. И в первую очередь это концерт и этот отчет перед населением жителей района или города, того населяющего. А для того, чтобы, как говорится, и у отделов комитетов культуры был стимул и у артистов, и у коллективов, мы сделали его в форме конкурса, где по итогам просмотренных всех отчетных концертов будет определяться тройка победителей. С прошлого года учрежден единый переходящий кубок, сопровождающийся ценным подарком. И, как правило, это полезная вещь, необходимая в работе победителя, так называемые цифровые штучки. Мадина Каракетова, Али Бастанов, Вести Карачаева-Черкесия, Уст-Джигутинский район. Сейчас о погоде на выходные, а после продолжим выпуск. В рамках года молодежи, объявленного главой Карачева-Черкесии Рашидом Матсимовым, в Московском доме национальности состоялся кинопоказ фильма «Испытание аулом». Показ был организован постоянным представительством Карачева-Черкесии в Москве при содействии Министерства культуры республики для студентов нашего региона, обучающихся в столичных вузах. Напомним, фильм был снят в Карачева-Черкесии. Большинство ролей сыграли местные жители, благодаря чему он получился максимально аутентичным. Выбор фильма «Испытание аулом» обусловлен глубоким смыслом, которым наполнена картина. Проблема сохранения родных языков в условиях глобализации приобретает все более острые формы. Несмотря на комедийный жанр, в картине поднимаются вопросы взросления в реалиях современного мира, типичные проблемы отцов и детей, а также сохранение и развитие культур малых народов России. Кинопоказ собрал около 150 студентов, которые по завершению сеанса приняли активное участие в мастер-классе по национальным танцам народов Карачева-Черкесии. Взаимодействие постоянного представительства с молодежью, в частности со студентами из нашей республики, происходит на системной основе. Регулярно проходят встречи со студенческими активами столичных вузов. Кроме того, поспредство способствует участию представителей республиканской молодежи, обучающейся и проживающей в Москве в различных федеральных программах, прохождению стажировок в ведущих компаниях и госструктурах муниципального и федерального значения. В Черкесске состоялась премьера карачаевского дубляжа криминально-комедийного мультфильма «Плохие парни». В числе первых зрителей была и наша съемочная группа Ахмад Халкевичев. Подробнее. Переводом и озвучкой героев детских мультфильмов занимаются энтузиасты из числа активистов региональной общественной организации Карачаево-Балкарский культурный центр «Алан Ставропольского края». На вопрос, почему именно детский контент у них в приоритете, общественники отвечают предельно прозаично. Они уверены, что сохранение и развитие языка любого малочисленного народа играет ключевую роль в формировании позитивной этнокультурной идентичности у подрастающих поколений. Ведь у народов, забывающих родной язык, меняется и мировосприятие. Сохранение культурной идентичности, сохранение родных языков, безусловно, это важная составляющая. Тот формат, который выбран, безусловно, этот формат является очень важным, востребованным. Сохранение культурной идентичности в лоне развития великого российского государства. Однако одним дубляжом сфера деятельности группы энтузиастов не ограничивается. Спектр направлений, по которым общественники активно работают, весьма обширно. Мы снимаем наших старейшин, мы сохраняем наши традиции в качестве видеоматериала. Мы занимаемся консолидацией не только нашей молодежи, но, как я уже ранее сказал, и других народов, проживающих в Старополе. Мы популяризируем имидж карача-блокарского представителя. Мы проводим различные культурно-массовые мероприятия, спортивные турниры и так далее. То есть у нас очень широкий круг деятельности. И практически весь наш труд оплачивается человеком, бизнесменом, меценатом, спонсором, который видит в этом потребность. И это бизнесмен Тамбиев Али Мусаевич. Он поддерживает и не только финансово, но и как-то идейно вдохновляет, подсказывает какие-то направления. Если вкратце о сюжете Самойленды, в сказочном городе, где совместно живут люди и антропомощные животные, есть банда плохих парней, состоящая из зверей, по определению считающихся недобрыми. Когда банду разоблачают, главарь банды Волк убеждает всех дать ему и его друзьям шанс на исправление бестюремного заключения. Субтитры создавал DimaTorzok Однако, как выяснилось, мистер Волк решает идти на хитрый план, только для того, чтобы не угодить за решетку. Плохие парни или гудула в карачайском дубляже должны сделать вид, что они осознали преступность своих деяний и исправились. Но именно в это время появляется новый злодей, который угрожает мирной жизни всего города. Ну а интрига мультфильма состоит в том, сумеет ли мистер Волк убедить остальных и в самом деле стать хорошими. Правильный текстовой перевод. Очень весело. Самое главное, приятно посмотреть с сестрами, со всей семьей. Никаких прошлых моментов. Очень сильно понравилось. Хочется, чтобы больше было таких и мультфильмов, и фильмов, и может каких-то художественных других. Очень рады, спасибо, очень понравилось всем. Нет языка, нет народа. Более того, язык любого народа является единственным полноценным ключом к огромному духовно-культурному богатству, накопленному за века и тысячелетия. Ну а без новых поколений, способных не только излагаться, но и глубоко понимающих родную речь, преемственность обречена оборваться навсегда, резюмируют волонтеры-общественники. Ахмад Халкешев, Ринат Муков, Вести Карачаева, Черкесия. На этом субботний выпуск Вестей подошел к концу. Приятных выходных! Субтитры подогнал «Симон»!